В Архангельске стартовал конкурс проектов по озеленению мероприятий, проводит движение «Живой город». Сейчас идет прием заявок. Подробнее о конкурсе поговорим на 13 этаже. Меня зовут Мария Даник. Здравствуйте. Гости студии Ольга Худякова, заместитель директора департамента городского хозяйства и Валентина Морозова, участник инициативной группы «Живой город». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Валентина. Наверное, Валентина, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, о том проекте, который сейчас стартовал. Наш проект так и называется, так же, как наша группа «Живой город Архангельск». Он выиграл в фонде президентских грантов конкурс, и он посвящен тому, чтобы в нашем городе стало больше деревьев, а те, которые есть, сохранялись и оберегались. И мы хотим сделать это с помощью активных жителей и в сотрудничестве с администрацией города. Вот, кстати говоря, а действительно ли есть такая необходимость у города возеленения сейчас? Насколько остро стоит этот вопрос? Да, вопрос стоит достаточно остро. Необходимость возеленения, она, собственно, есть всегда. Ведь есть необходимость не только в высадке новых деревьев, но и в замене тех, которые уже существуют. У нас есть проблема в городе с возрастными тополями, которые зачастую могут уже представлять угрозу как жизни, так и имуществу граждан. Приходится их где-то заменять, где-то кронировать. Эти вопросы также приходится решать и в результате реализации наших проектов по формированию комфортной городской среды. И я думаю, что как раз движение «Живой город» поможет нам в этом направлении как практически консультационно, так и используя непосредственно силы, знания свои и горожан. То есть, получается, все равно за счет бюджетных средств все невозможно сделать, когда приходят вот такие люди инициативные с проектами, да, и гранты, которые сейчас достаточно распространены, да, выигрывают, реализуют проекты. Это хорошее подспорье, получается, да? Конечно. Самое главное – это активность наших жителей. Потому что в целом говорить о том, что одна администрация должна работать, а мы посмотрим, вот как вы сейчас все это реализуете. Скажем, что что-то еще не так сделано. Да, зачастую. Это не совсем правильно. Мы все живем в городе Архангельске, мы все заинтересованы, чтобы он был красивый, зеленый, ухоженный, прибранный. И на это нацелены все наши силы. Тогда расскажите, Валентина, как будет строиться взаимодействие между участниками, между администрацией города, вот от момента подачи заявки до реализации проекта? Когда вы говорите о заявке, вы имеете в виду конкурс проектов по озеленению. Это одна из частей нашего проекта. То есть он многосерийный получается такой, да? Вообще наш проект рассчитан на 9 месяцев. Этого года? Да, этого года. Должен родиться. Такое интересное число получилось. И там есть ряд мероприятий. Одно из центральных и таких главных – это конкурс проектов по озеленению. Когда мы начали, собственно, свое активное движение, наше сообщество «Живой город», мы стали действительно знакомиться с округами и с администрацией. Как раз стали налаживать диалог. И, между прочим, начался он именно, ну, по крайней мере, с моей, как я пришла, да, в это движение с того, что вот стали благоустраивать майский парк. И взгляды на то, как его благоустраивать у жителей и у строителей не совпадали, потому что там предполагалась, допустим, вырубка большого количества берез, да, и мы поступали против, да, и получилось найти возможность сохранить часть берез, да, и какие-то площадки сдвинуть. И это было достигнуто именно совместными договоренностями, да, то есть тут без инициативы жителей бы этого не случилось, но и без согласия исполнителей тоже бы это не случилось. и поддержки администрации. Отсюда появилось как раз ощущение, что мы можем договариваться, что эта инициативность, она полезна, взаимополезна. Вот, и таким образом, общаясь потом далее с округами, мы выяснили, что есть в том числе недостаток каких-то проектов уже готовых по озеленению, каких-то вот идей оформленных, да, которые могли бы быть. Не всегда мы знаем, что хочется, да. То есть это речь идет не о каком-то там точечном высаживании, например, а вот именно как проект уже оформленный, вот, да. Проекты могут быть разные, они могут быть и точечными, то есть речь идет не обязательно о глобальных площадях, в которых надо делать вот эти вот проекты благоустройства комфортной городской среды, которые, допустим, вот сейчас у нас происходят. Но именно в реализации этих проектов, да, выясняется, что это такие спорные вопросы, особенно в вопросах озеленения, как это сделать, да, то есть те же вот тополя упоминались, да, кому-то они мешают, кому-то они очень нравятся. Мне, получается, нравятся высокие деревья в городе, но я понимаю, да, изучая этот вопрос, что они действительно могут быть переросшими, опасными. Вот, ну оценка этой опасности, она тоже, ну, относительно субъективна, потому что специалисты, ландшафтники у нас хоть и есть, но не всегда участвуют в этой оценке. И если бы мы предлагали какие-то варианты, какие-то проекты, да, вместе со специалистами, как-то вот свое мнение не просто выражали в словах, да, в виде каких-то заявок, проектов, это было бы лучше. Диалог был бы более такой конструктивный, и поэтому вот одна из наших идей была в том, чтобы предложить эти проекты по озеленению. Во-первых, нам все вместе подумать, причем подумать и специалистами, и горожанами, то есть наш конкурс народным называется. Мы предлагаем всем, если даже у вас нет образования ландшафтного архитектора, и вы не занимались высадками, но у вас есть представление, вы знаете территории, которой не хватает зельни, дерзайте. Потому что мы подключаем специалистов администрации, вот Ольга Леонидовна очень хочет, ну, готова нам помочь в согласовании, допустим, самих территорий для озеленения. И совместными усилиями можно будет сделать такие проекты, которые можно будет реализовать, и они будут действительно соответствовать чаяниям жителей, и соответствовать всем, всякой проектной документации и каким-то планам городским. Кстати говоря, Ольга, какие сейчас районы города больше нуждаются в озеленении? Есть такая статистика, например? Как таковой статистики нет. У нас планируется в ближайшее время создание инвентаризационного плана и развития, дендрологического развития нашего города. Как раз с этим у нас сейчас создано управление благоустройства. Ждём, когда оно, наконец, у нас обретёт свою форму. Но наберём людей туда и будем уже работать в этом направлении качественно, точечно и именно целенаправленно. В дальнейшем мы планируем как раз посмотреть на карте. Это будет уже видно наглядно. Где у нас переизбытка? Я не думаю, что зелени вообще может быть. Где-то есть недостаток. Где-то она просто расположена несколько, может быть, скомковата, скучкована, а необходимо дополнить и несколько рассеять. Это уже будет смотреть специалист комиссионно, по факту. А по поводу вашего вопроса, какой из округов у нас наиболее зелёный, я бы, наверное, сказала, что это у нас как раз не центральная округа, а округа, которые удалены, так сказать, от центра. Те же Маймакса, Варавина фактория, Цыгломень, но у них где-то даже есть близость к лесу. Со счёт этого они являются более зелёными и меньше застройки. Это, наверное, классическая схема всех городов, скорее всего. Вот, кстати, проекты какие уже поступили? Мы 1 марта объявили конкурс, поэтому сейчас пока готовятся заявки, задаются вопросы, как нам делать проект, знаем ли мы территорию. И вот мы сейчас как раз говорим, что мы территорию согласуем. Не переживайте, задавайте вопросы, мы ответим, можно дальше готовить проект. К нам обратился один из жителей города и предлагает проект. Вот у нас по интернету заявки присылаются, но не все пользуются интернетом до сих пор в их ангельске. И мы готовы встречаться с теми, кто этим интернетом не пользуется, но может нам позвонить и рассказать. Вот на Краснофлотском есть идея у человека сделать такой зелёный парк или лес. Вот мы ещё должны ознакомиться, нам передать эту заявку. Пока сейчас заявки готовятся. Это не быстрое дело, мы принимаем их до конца июня. Так что у нас 4 месяца. Да, мы специально взяли такой большой кусок времени, чтобы, во-первых, ответить на вопросы. Вот уже сейчас они появляются, и мы можем перестроиться, чтобы люди могли тоже найти время подредактировать что-то. Потом сейчас пока лежит снег. А территорию, которую вы хотите озеленять, надо зафотографировать, зарисовать. Может быть, есть смысл где-то и дождаться, когда он вставит. Время на это есть. Но подготовить заявку и проект по озеленению – это не просто написать там две строчки. Там требуется определённая работа. И мы будем проводить мастер-класс, видео для всех желающих 18 марта. Мы запишем его потом. Это будет вебинар, то есть там можно будет присоединиться, задать вопрос. Но мы его запишем на видео и выложим в нашей группе ВКонтакте. У нас такая есть. Называется «Живой город Архангс. Деревья по морю». Сколько проектов будет реализовано? Понятно, что все, наверное, невозможно будет одномоментно реализовать. Идея конкурса вообще в том, чтобы создать банк идей. Это идеи. Банк идей, банк проектов, которые соберём мы как раз через него. А реализован будет, скорее всего, один. Ну, не менее одного, скажем так точно. И в нашем бюджете есть 200 тысяч рублей для реализации именно проекта по озеленению. То есть это не скамейки, не дорожки, а именно саженцы, грунт, инвентарь. То есть вот такая система. Может быть, будут проекты небольшие, да, их будет там несколько, но мы не можем просто. Или у нас какое-то будет софинансирование. То есть мы совершенно не против, чтобы кто-то присоединится к нам. То есть механизм ещё такой до конца не отработан, да? Ну, сейчас, да, строится. Но у нас предполагается, что один проект, как минимум, мы реализуем осенью этого года. А кто будет, кстати, выбирать победителя вот этот лучший проект? Это будет народное голосование или какое-то совместное решение будет? Сначала будет комиссия, сначала будет оценка проектов. У нас несколько этапов. Вот мы сейчас принимаем заявки, потом мы их обрабатываем со специалистами, с администрацией. Ну, часть мы будем уже обрабатывать в процессе поступления, чтобы как раз можно было доработать проект, сделать его возможным к реализации. Возможно, потом из тех проектов, что будут соответствовать, можно будет провести голосование. То есть мы предложим какие-то проекты, возможно, на голосование народное, да, какому проекту всё-таки состояться. Думаю, что да, есть смысл. И всегда важно, конечно, чтобы проект устраивал жителей, которые будут им пользоваться. То есть, с одной стороны, то, что сами жители его подают, это уже признак того, что он им нужен. Но чтобы это не вызывало какого-то сильного противоречия у других жителей того же округа, например. Вот такой вот банк идей, который будет создан, он хорошим подспорьем в работе, в будущем станет для администрации? Ну, я думаю, что он будет банком не только для работы администрации, а для нашего совместного сотрудничества. Если действительно идеи будут хорошие и будут территории, на которых возможно проводить благоустройство, я думаю, что с удовольствием «Живой город» с нами поделится данными идеями, и мы будем их рассматривать в качестве проектов благоустройства на будущие периоды. Я думаю, что это вообще должно перерасти у нас в конструктивное взаимовыгодное сотрудничество. Но выгоду мы получим не в материальном плане, а именно в озеленении и в удовольствии наших горожан от нашей окружающей среды. Вот на этой позитивной ноте я предлагаю закончить наш разговор и привлечь, наверное, всех желающих принять участие в этом конкурсе проектов, представить проект, по крайней мере, попытаться, попробовать сделать. Я бы даже сказала, с чего можно начать. Посмотрите, какую территорию вам бы хотелось изделенить. Зайдите в интернет, найдите кадастровую открытую карту нашего города, найдите там эту территорию, запомните, какой там участок, если несколько участков, сделайте скрин, можете вообще скрин сделать, обвести ее там таким, какой-нибудь заметной линией, отправьте нам, мы скажем вам точно, можно озеленять или нет, чтобы вы могли дальше писать заявку. И пишите, пробуйте, у нас в положении о конкурсе подробно рассказано, и вот еще мастер-класс мы будем проводить. Вообще-то вступайте в нашу группу и все вопросы нам задавайте. Нам очень хочется, чтобы заявок было как можно больше. Чем больше, тем лучше. Потому что вот эти идеи, они составят каркас потом, может быть, дальнейшего планирования, как можно было бы озеленять. Это могут быть и досадки какого-то парка, или какого-то сквера, или какой-то территории общественной, и какие-то, может быть, более глобальные проекты. Не стесняйтесь, у вас есть мечты и желания, все они нам нужны. Да, и самое главное, что если не в этом году, то в последующем все равно они, возможно, будут реализованы. Благодарю вас за участие. Это была программа «Тринадцатый этаж». Всего доброго и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова